Всем привет! Сегодня хочу рассказать о проблеме самозахвата в Аргентине и как нас это тоже коснулось. Начнем сначала. Откуда это пошло? Пошло это еще с 1800 какого-то затертого года, когда Аргентина еще была колониальной страной Испании. И я думаю, что все, кто живет в Испании, всем привет, кто живет в Испании, они тоже имеют подобные законы о самозахвате. На испанском языке усускопьен. И да, есть какие-то заброшенные дома, заброшенные земельные участки, которые брошены своими хозяевами. И это один вариант. И второй вариант, когда, к примеру, люди куда-то выехали на непродолжительное время и не платят налоги. И есть даже целая группа мафии здесь, которая работает в мэрии, и которые даже могут за, не знаю, может быть за 1000 долларов дать вам сведения, какие участки 10, 20, 30 лет, никто за них не платит никакие налоги, ни земельные, никакие налоги. И люди платят эти деньги и занимают эти земельные участки, строятся, и потом выплачивают где-то примерно 10-20 лет, платят налоги, и потом подаются в суд, и по суду могут получить право на недвижимость, то есть могут получить искритуру. Но это очень, конечно, большой риск, потому как хозяин может появиться неожиданно и может вас выбросить. Есть у нас даже тут на улице два дома, один дом выселили по суду хозяева, и когда ушли узурпаторы, так называемые, они там разрушили буквально все. То есть хозяева продают сейчас этот дом, но тот, кто купит этот дом, там нужно будет все разрушить и построить все заново. Крыша, кафель, стены, все там разрушено, поджигали, то есть сделали максимум неудобств хозяину. И рядом люди живут тоже, там захвачен дом, но этот дом не смогли забрать хозяева, не знаю почему, тут уж неизвестно, но вы же понимаете, если на вашей улице есть такой самозахват, то, конечно, вы знаете об этом. В одном квартале от нас, внизу в доме есть овощной магазин, и люди живут там, тоже большая семья, 10 детей, обычные люди, но земля здесь стоит очень дорого, земля и дома очень дорого, начиная от 100 тысяч долларов, это начальная цена, 100-500 тысяч долларов может стоить, в зависимости от площади земли, от площади дома, от состояния дома. И вот муж мне рассказывал, что парень работал у хозяина этого дома, потом он умер, и у него не было никаких родственников, и, возможно, они узнавали, и вот они захватили тоже этот дом. И живут, живут, платят налоги, у них есть возможность потом через 10-20 лет подать в суд, и потом стать законами хозяев, хозяевами со скритурой. Не нужно думать, что люди, которые занимаются этим самозахватом, что это какие-то вот люди с рогами, какие-то там, ну, обычные люди, и разные бывают ситуации. Также хочу сказать, почему по суду очень сложно выселить людей, которые захватили земельный участок, либо дом. Если они только зашли, и соседи вам, к примеру, сообщили, то есть вы поддерживаете хорошие контакты с вашими соседями, соседи вам сообщили, позвонили, приехала полиция, то да, можно, конечно, сразу их выселить. Но если они, к примеру, прожили уже неделю, а если, допустим, заехали на ваш земельный участок, уже что-то построили, и у них есть дети, то по суду очень сложно их потом выселить, если у них нету никакого жилья. Это сделать очень сложно. Поэтому, да, нужно поддерживать хорошее отношение с соседями, и контролировать состояние вашего дома, состояние вашего участка. Желательно платить налоги за землю. Очень необходимо, чтобы кто-то другой потом не заплатил эти налоги, и потом не предъявил право собственности на основании того, что он платит ваши налоги. И многие в Аргентине продают земельные участки, дома, и вместо эскритуры они пишут, что в объявлениях, они пишут, что у меня есть позесион де де речос. Позесион де де речос это бумага, которая удостоверяет, что человек просто здесь живет, он не является собственником. То есть, скорее всего, это самозахваченный дом, самозахваченный участок. И этот человек платит налоги. По истечении уплаты налогов 20 лет этот человек, либо тот человек, которому он продаст, и если не появится хозяин, может подать в суд, и потом иметь право собственности, то есть эскритуру, на это частное владение. Причем, главное, показать документы на оплату налогов. То есть, даже если до вас 10 лет платил какой-то человек, потом вам продал эту недвижимость, потом вы еще 10 лет платили, то есть, в общей сложности у вас есть документы по оплате за 20 лет, то есть, вы можете подать в суд на право собственности этой недвижимостью. Ну, тут самое главное, чтобы не появился хозяин с эскритурой, с правом собственности, потому как, если появится хозяин, то все ваши денежки пропадут, и, скорее всего, он вас выселит по суду. Как-то так. Это очень, конечно, большой риск. Мы тоже столкнулись с этой проблемой, с отношением людей к этому в Аргентине, когда купили в Аргентине земельный участок в Санта-Елени. В Аргентине часто аргентинцы, которые живут рядом с пустующими земельными участками, домами, часто объединяются в борьбе с самозахватами. Когда мы искали земельный участок, то после общения с продавцом мы, естественно, ехали на этот земельный участок, смотрели, что вокруг него, хороший ли район, какие дома рядом находятся, смотрели, так сказать, на местности. Хозяин участка в Санта-Елени сбросил нам фото своего участка, какие дома находятся рядом. Но Густаво всегда проверяет реальное нахождение участка по коду. То есть, когда есть код, есть документы, хозяин сбросил фото документов, и там есть код этого участка. И Густаво уточнил нахождение этого участка у знакомого геодезиста. нахождение этого участка отличалось с тем фото, которое сбросил хозяин этого участка. То есть, это было через дорогу. Реальный участок находился через дорогу. Этот участок перешел по наследству женщине от ее отца, и, возможно, она никогда даже не видела этот участок в реальности, либо отец не показывал, непонятно, в чем проблема. Но когда мы поехали смотреть этот участок, то мы смотрели, конечно, и фотографии, которые прислал нам хозяин с хозяйкой этого участка, и реальный участок. То есть, мы не заходили ни за какие заборы, не нарушали никакую частную собственность, но при этом хозяин, который напротив нашего земельного участка, он заволновался, вышел, поздоровался, спросил, в чем дело, мы представились, хорошо поговорили, все объяснили ситуацию, вроде бы все нормально. Потом земельный участок этот был нами куплен, и примерно через две недели один знакомый архитектор моего мужа прислал ему сообщение и скрин из одной группы в Санта-Елене, который называется «Соседи в Санта-Елене», по-моему, что-то так, в которой этот сосед, с которым мы разговаривали, то есть он сфотографировал машину, на которой мы приехали, и описал нас, написал, что мы самозахватчики, что мы захватываем земельные участки, дома, и там такие комментарии понаписывали, что давайте на них собак спустим, и просто ужасные комментарии. Ну, слава Богу, что у меня муж-аргентинец, и он маэстро-машор де-обро, и у него есть знакомые архитекторы и в Санта-Елене, и архитектор, который живет в Санта-Елене, помог найти администратора этой группы, устава написал опровергающий пост, я добавила фотографию отредактированную, то есть мы как бы представились, кто мы такие, чем мы занимаемся, что у нас есть документы, официально мы владеем этим земельным участком, и потом уже под нашим постом очень многие люди написали, что добро пожаловать, всякое бывает, вы тоже нас поймите, что есть самозахваты, поэтому мы стараемся как-то это предотвратить, то есть вот так вот мы столкнулись с вот такой сверх бдительностью соседей в Санта-Елене, которые стараются предотвратить самозахваты, и мы воспользовались этой возможностью, представились, чтобы как можно большее количество соседей нас узнало, и для того, чтобы поддерживать хорошее отношение с соседями, и люди просто действуют на упреждение, они боятся, что с ними будут рядом жить люди, у которых проблемы с законом, и хотят иметь нормальных, добропорядочных, законопослушных соседей, если вам понравилось мое видео, то ставьте класс под видео, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео об Аргентине и о жизни в Аргентине. Всем пока-пока!